Привет всем! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Этот влог начинаю с утренней рутины на кухне, приготовления завтрака. Сегодня у нас будет каша овсяная. Я любую кашу варю на воде с молоком. Воды побольше, молока поменьше, ну, всегда на глаз. Также в кашу добавляю немного сахара, а еще иногда добавляю апельсиновую карамель. По-моему, в предыдущем влоге я упомянула то, как готовлю яйцо пашот, и некоторые просили показать. Готовлю я в силиконовых формочках, ставлю на огонь сковороду, жду, пока водичка закипит. Кстати, вода должна быть чуть больше половины, то есть уровня половины этой формочки. Формы выливаю по одному яйцу, как раз у меня получается до самого верха. И когда уже вода закипит, я аккуратненько, не спеша опускаю вот эти формочки руками в воду. Убавляю огонь примерно средний, накрываю крышкой и где-то 4-5 минут. После этого также аккуратно руками за края формы достаю их на тарелку, даю немного остыть, далее ножом столовым отделяю само яйцо от формы, оно, кстати, хорошо отделяется, и аккуратно переворачиваю. Иногда прилипает к формочке, но чаще получается то, что надо. И посмотрите, какая лава желтая, красота, как вкусно, особенно если сюда хлебушек добавить. В общем, пробуйте такой вариант, он очень удобный. Ну а я продолжаю возиться с кашей, и уже в готовую кашу добавляю семена чия, масло сливочное, ягодки вот сегодня у нас, черника, и все, завтрак готов. А вот на второй завтрак, примерно часика через два после первого у нас ягодный стол. Купили ежевику, она, кстати, очень похожа на шелковицу, такая крупная, сладкая, но все-таки это ежевика, шелковица она слаще. Хотя, может быть, это и шелковица, но те, кто ее продают, не знают и пишут, что это ежевика. А также здесь черешня, купили очень крупную. Кстати, черешня уже отходит, и скоро ее не будет, поэтому наедаемся. Очередная рубрика покупки, находки. Здесь у меня косметика, одежда, обувь. Я с удовольствием снимаю такой контент и люблю с вами этим делиться, потому что знаю, что у меня есть зрители, которые также любят смотреть вот эти все распаковки, распаковки, разбор, одежды, косметики, декоры и так далее. А ссылки никакие оставлять не буду, потому что все это купила в нашем торговом центре. Разные магазины, разные бренды. Я их буду озвучивать. Если вам что-то понравится, вы без труда это найдете. Начну с этого летнего сарафанчика. Он тоненький, легкий, отлично сидит на фигуре. У него удачная модель. За счет длины он скрывает все, что не хочешь и подчеркивает, что нужно. Мне понравился лифт, глубокое декольте, лямочки регулируются, спинка открыта, но при этом верх нижнего белья можно надеть. Здесь сборка из резинки. Следующая бренд ЕТАМ, если я правильно произношу. Один из моих тоже любимых брендов белья нижнего. У них, кстати, не только нижнее белье, и купальники, и домашняя одежда, и халатики. И у меня здесь красное настроение. Это красный халатик. Очень красивый. У меня есть один красный халатик, но он уже старенький, он уже затаскался. У меня, кстати, из этого магазина белый халатик. Иногда вы спрашиваете, откуда он у меня. Ну, когда он мелькает в кадрах, если я там какие-то процедуры делаю. Вот тоже этого бренда. Значит, халатик коротенький, выше колен. И мне что здесь понравилось? Рукава. Рукава не очень длинные, и при этом они широкие. Еще, смотрите, какая красивая ажурная вставка. Такая прозрачная. Ой, очень женственно. И он приятный такой к телу. Он не очень тоненький, кстати. И еще у него ажурная вставка на верхней части спины. Здесь такой треугольничек. Тоже так эффектно. Короче, классный очень халатик. Тут есть внутри подвязки. Ну, это как на всех халатиках. Я ими, кстати, не пользуюсь. Только вот сверху. От одежды спускаюсь ниже к босоножкам. Бренд Тамарис. Они бежевые, с такой вот вставочкой из стразиков. Очень изящно сидят на ножке. Так аккуратно. И небольшой каблучок. То есть они такие нарядные, но при этом удобные. Вот, кстати, наклеечку надо еще убрать. Я когда зашла в магазин, выбирала себе подходящую обувь. Еще даже не щупала руками. Только подошла к витрине с вот этими босоножками. Мне консультант говорит, померить они очень удобные. Ну, думаю, это просто уговоры. Но когда я померила, они действительно оказались такими удобными. Вроде бы, конечно, каблучок, хоть он и небольшой, но он все же есть. А у меня ноги уже устали. Я, кстати, специально пошла выбирать обувь, находившись предварительно. Ну, чтобы немножко ноги отекли. Чтобы они были уставшими. Потому что, мне кажется, это самый классный тест для обуви. Когда ноги устали, отекли. И если обувь садится отлично, надо брать. Но это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь. Может, это не очень удачный тест. Тем не менее, вот именно с такими ногами. Когда я накупила все остальное, находилась. Я пришла выбирать обувь. И вот мы друг друга нашли. Я их померила. И мне было в них так удобно. А я, кстати, была в кроссовках. И после кроссовок удобных, эти тоже были реально как в тапочках. Поэтому я их купила. Как раз планирую, мы идем отмечать день рождения Миши в ресторан. Я хочу надеть вот этот вот сарафанчик. Он такой. Ну, как раз лето в ресторане. То, что надо. И вот эти вот босоножки. Они отлично подчеркивают мой красный педикюр. Ну, хорошо сочетается красный с бежевым. И у меня как раз такого цвета украшение. Белое золото. Все с одеждой с обувью. Косметика. Косметику я купила в Литуале. Пойот. Это гель для умывания, очищения. У меня он уже был когда-то. После него я вот другие бренды тестировала, пробовала. Ну, вот видите, опять вернулась к нему. Нравится. Небольшой флакончик. Дозатор. Короче, все удобно, все нравится. Да, я вообще люблю вот эту косметику. В каком-то влоге я недавно показывала крем CC. 50 фактор защиты от солнца. И там с легким тонированием. Тоже я от него в восторге. Следующая корейская маска. Я ее без всякого выбора. Вот проходила мимо полок с масками. И просто вот на какую руку, какой рука потянулась. Может быть мне цвет понравился в упаковке. Мне нравится такая пыльная роза. И я взяла, думаю, попробую. Далее побаловала себя ланком дезодоранта с легким ароматом розы. Присматривалась к нему, почитала отзывы. Вроде как девочки довольны. Пошла и купила себе. Реально, аромат розы легкий, ненавязчивый и не химозный. И по действию очень понравился. Здесь роликовый дезодорант. В общем, шарик. Я уже им попользовалась. Показываю. Кстати, делает свою работу. То, что надо от этого дезодоранта, то и получаю. И два крема для тела разных брендов. Это какая-то Мия. Я вообще впервые вижу эту косметику. Но мне понравилась упаковка и цвет. Еще аромат этого крем-бальзам для тела. Он так вкусно пахнет. Малинкой или чем-то таким. Но и при этом по действию. Я тоже уже наносила на ручки. Смазывала. Хорошо так питает, увлажняет. И второй бальзам. Крем для тела. Вот миксит. С лавандовым ароматом. Тоже отлично и питает, и увлажняет. Хорошо наносит. Мне оба крема понравились. И по действию, и по ароматам. И сами флакончики небольшие, такие аккуратненькие. Я уже, естественно, и тот, и тот мазюкала. Короче говоря, довольна своими покупками. Вот очень довольна. Сегодня пол. Убираю вот этим вертикальным беспроводным пылесосом Red Rod. У меня он с осени, и на него есть обзор отдельным роликом на моем основном канале. Кому интересно, ссылку я оставлю. Сейчас буквально кратко. Потому что про него вы тоже спрашиваете. Особенно когда... Сейчас покажу. Вы видите у меня в руках вот эту малышку. И начинаются вопросы, что это за маленький такой ручной пылесос. Red Rod. Вот, знакомьтесь. Просто у него есть опция ручного и обычного вертикальной. И он может сгибаться. У него есть насадка для сгиба, особенно если под мебелью. Короче говоря, здесь очень много разных насадок. Я сейчас быстренько вам вставлю краткий обзор. Единственное, могу озвучить, что вот эти мои самые любимые. Пользуюсь вот с осени, очень-очень им довольны. Это прям палочка-выручалочка. Посмотрите, какая шикарная комплектация у пылесоса. Я вам покажу насадки в действии. Вообще, это единственный пылесос, у которого столько элементов в комплекте. Первое, что выделяет этот пылесос среди подобных, это двойной хепофильтр с активированным углем, который очищает выходящий воздух. Это особенно важно для аллергиков и людей чувствительных к запахам. Удобный съемный аккумулятор и его работы хватает на полную уборку дома. Великолепно удаляет крупный ссор не только с твердых поверхностей, но и с ковра. Поразила его маневренность. Поворот щетки на 360 градусов захватывает все углы, особенно удобно в кухне под столом со стульями. Имеет три режима уборки, и каждый режим имеет свой цвет. Переключается пальцем в одно касание. У него есть фиксатор-включатель. Ну а теперь давайте покажу вам насадки в деле. Начну с самого удобного, с гибкого компонента. Благодаря ему вы можете этим пылесосом беспрепятственно убирать под мебелью, под столом не сгибаясь, под кроватью. Следующая щетка очень удобна для уборки пыли с поверхности. А эту мягкую щетку удобно использовать для очистки штор, карнизов. Особенно мне нравится ее использовать для чистки мягкой спинки кровати. А вот эту узкую сиреневую насадку, я думаю, вы уже не раз видели в моих уборках, когда я чистила особенно окна. А вообще ей очень удобно пользоваться в труднодоступных местах. Классическая щетка тоже имеет подсветку. И казалось бы, днем она не нужна, но когда вы убираете под какой-то мебелью, именно она очень удобна. Этот пылесос великолепно справляется с любым мусором, очень быстро, настолько у него хорошая мощность. Маленькая же щетка отлично подходит для очистки от пыли и клещей, постельного белья, матраса, мягкой мебели и так далее. Этот пылесос также легкий в уходе, достаточно нажать на кнопочку и выбросить весь ссор в мусорку. В принципе, все самые важные характеристики я вам показала, тем не менее, ссылку на свой полный обзор я оставлю в описании и в описании оставлю ссылку на свою модель. Если будут какие-то акции касательно этого пылесоса, тоже информацию всю пропишу в описании. Но вот с осенью он у меня и я им очень довольна. Небольшой фрагмент наших семейных развлечений. Мы ходили в зеркальный лабиринт всей семьей, и так получилось, что в этот момент никого больше не было. Там очень красиво, и это лабиринт, его надо пройти. В общем, было много приятных эмоций. Мы, кстати, первый раз так посетили все вместе. Нам понравилось. Ну а вечером нам захотелось прокатиться на велосипедах, показывая небольшие фрагменты, особенно вот эта арка. Очень много с ней связано интересных фактов. Эта арка Любенихского госпиталя считается неким порталом, является старейшим сооружением Калининградской области. На этой арке надпись на латинском языке, которая гласит «Пристанище для бедных и нуждающихся». Где-то читала, что проходя через эту арку, можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Я уже смонтировала и дальше загрузила на YouTube видео про полную организацию хранения на кухне. Это будет на основном канале. Или 31 июля, или где-то 1 августа. Еще не решила, когда выпускать, но вот совсем скоро. Там я с вами поделюсь, как и что у меня разложено на полках, потому что кое-что переделывала. В особенности хранение в этом секретном шкафчике, который у нас спрятан за дверью, именно он вызывает интерес. Ну и плюс в той мебели, которая у нас появилась, переорганизовала. Поэтому кому интересна эта тема, совсем скоро будет. А я хочу напомнить вам важный момент. Когда вы для каждого предмета в кухне найдете не просто свое место, а то место, где этим предметом будет удобно пользоваться, вот тогда у вас и будет порядок всегда. Ну, может быть, что-то будет, конечно, накапливаться, но это уже не те захламления, когда порой не хочешь шкафчик открывать. И тут либо вы выделяете какое-то время за раз, все переорганизовываете, либо по частям. Я свою организацию хранения на кухне делала именно по частям. У меня нет возможности, я не люблю ковыряться несколько часов, меня это утомляет. Я по зонам, то есть сначала началось с пенала. То есть вообще сначала я, конечно, прикинула, где что у меня должно лежать. Тут вам в помощь простой карандаш, ручка, бумага, что угодно. Вы можете примерно себе набросать такой рисунок, где, какими предметами вы чаще всего пользуетесь. В общем-то, и потом вы раскладываете эти предметы именно вот в этой зоне. Уже сами там решите, как вы это организуете. Будут ли это какие-то емкости для хранения. Просто это будет лежать в ящике или там на шкафчике стоять. Может быть, какие-то удобные вставки, полки. Сейчас на рынке столько всего для организации хранения. Я буду готовить сейчас рыбные котлеты из морского окуня и решила с вами поделиться. Может быть, кому-то будет на заметку. У меня здесь три кусочка филе окуня и окунь очень жирный. Обычно, когда я из другой рыбы готовлю котлеты, то я еще добавляю сало немного, чтобы было посочнее, повкуснее. Но вот что касается именно морского окуня, здесь никакое сало не добавляю, потому что сама по себе рыбка очень вкусная и очень жирная. Также у меня здесь уже нарезанный лук. Я филе нарезала кусочками, потому что буду сейчас пропускать через мясорубку. Так, что у меня еще? Здесь у меня уже отмокает батон в молоке, приправа лимонная для рыбы, соль, мука. Тут размораживается томатная паста, точнее, перетертые помидоры. А я еще буду делать отдельно томатный соус со сливочным сыром. Я дальше покажу. То есть можно вот эти котлеты уже сразу в соусе делать, но я решила отдельно сделаю котлеты, отдельно соус. Кто захочет соусом, может добавить соус. И здесь уже приготовила в блендер, засыпала кукурузные хлопья. Буду сейчас измельчать, делать панировочные сухари. Мне больше нравится, что мясные, что рыбные котлеты панировать именно в кукурузных хлопьях. Они как-то вкуснее получаются, и цвет такой золотистый, в общем, корочка. Но это не обязательно, можно и в обычных панировочных сухарях. Так, все, пропускаем, делаем фарш. А еще здесь яйца не хватает, забыла, совсем сейчас достану одно яйцо. Я выбрала крупную насадку и сразу одновременно пропускаю рыбу и лук. А также в самом конце я добавлю туда же хлеб. Его можно, конечно, вилкой, руками размять в фарш. Но мне нравится его тоже перекрутить сразу. Все равно мясорубка работает, и поэтому он получается более такой нежный. Кстати, смотрите, сколько костей осталось. Я думаю, то, что проскочило, хорошенечко перемололось, и уже не опасно, не страшно. Я уже сформировала котлеты, их получилось не так много, но они такие увесистые. И я решала, как я буду их готовить. Не то на сковороде, не то в духовке. В общем, выбрала вариант в духовке, застелила пергаментом, маслом не смазывала, потому что, во-первых, пергамент хороший, к нему ничего не прилипает, а, во-вторых, рыбка жирная. Я думаю, что без масла будет отлично. Пока у меня котлеты там в духовке, я сейчас быстренько приготовлю соус. Делается он очень быстро, просто. В сухую сковородку высыпаем немного муки. У меня здесь примерно чуть-чуть больше столовой ложки. Вообще, на глаз положила. Обжариваем муку до слегка золотистого цвета. И уже затем добавляем кусочек сливочного масла. Тоже все на глаз делаю. А далее хорошенечко перемешиваем, и я выкладываю перетертые помидоры. Можно томатную пасту, можно кетчуп добавить. И также сюда отправляю творожный сливочный сыр. У меня это Хохланд. Обязательно присаливаю. Добавляю немного сахара, потому что резаные томаты такие кисленькие. Если у вас очень сладкие, например, свои домашние помидоры, то, может быть, вам сахар и не понадобится. Приправу можно добавить по вкусу. Я еще черный молотый перец добавляю. Далее это все хорошенечко перемешиваю. Если у меня получается густой соус, я могу разбавить либо водичкой, либо сливками. Тут уже по желанию. Поскольку у меня котлеты из окуня, а это жирная рыбка, поэтому я решила не добавлять сливки, а разбавить именно водой. И все. На медленном огне немножечко прокипятило. Соус готов. Далее я его сразу перекладываю в какую-нибудь стеклянную тару. И там он остывает. Котлеты уже готовы. Парочку я выложила себе на тарелку. Добавила уже соус и несколько ломтиков томатов. Вот так все это выглядит. Она очень мягкая, сочная. Даже нож не нужен, чтобы ее разделить. Лимб, смотрите, какая внутри. Сочная, жирненькая рыбка, хорошая. Котлеты очень вкусные. Котлеты я уже переложила в емкость. Сейчас кроме меня никто не хочет есть. Все как-то перехватили что-то. Я вот дождалась котлет. Ну, может, попозже проголодаются. В общем, уже отсюда будут себе брать. Вот у меня помидор нарезанный. И соус стоит. Я сейчас замораживаю бульон. И хочу с вами поделиться. Возможно, кто-то пропустил или кто-то новенький. И когда я отвариваю такой жирненький бульон, я часть разливаю по этим формочкам и отправляю в морозилку. А часть у меня идет на супчик. Сейчас я вам уже показываю спустя сутки. Бульон заморозился. Он очень хорошо вынимается. Кстати, формочки отлично моются. Вообще они универсальны. И выпечка, и заморозка, и вот яйцо пашот в них готовлю. В общем, потом я собираю эти формочки и перекладываю в пакет. И вот таким образом в пакете они хранятся в морозилке. Использую для овощных супов, для приготовления соуса и горячих блюд. Хочу с вами поделиться маленькими новостями касательно моей книги. Несколько дней назад редактор мне прислала обложку уже посмотреть, что да как. Там мы внесли некоторые корректировки. И скорее всего уже осенью она будет в публикации. Как ее можно будет купить? Я еще всех подробностей сама не знаю. Но как только это свершится, я все расскажу вам, покажу. Ведь и мне должны прислать будут экземпляры. Так вот, эту книгу, вообще она уже была готова весной. И я думала, что летом она выйдет. Но издательства сказали, что такая тематика летом не актуальна в продажах. Поэтому ее перенесли на осень. Я сама жду эту книгу, потому что два или три года уже в нее вложено. Там и то, чем я с вами делюсь в своих блогах. И немножечко психологии, потому что все-таки я имею образование психолога. И на этих правах я там с вами делилась некоторыми техниками. Плюс немного личной информации, как я пришла к порядку. Кстати, эту информацию я нигде не озвучивала в своем блоге. Но вот в книге я этим поделилась. Такая, знаете, как это, разогрев. На самом деле, нет, это не разогрев. Год назад я вообще думала, что ее публикации не будет, потому что то одно, то другое. Единственный нюанс касательно фотографий. Изначально планировали, что это будут фотографии нашей квартиры. Я их даже делала, и даже думали пригласить фотографа. Но потом издательство решило все-таки свои профессиональные фотографии вставить такие универсальные, нейтральные, не нашей квартиры. Правда, мне скинули ресурс, где я лично сама выбирала эти фотографии. Что-то, конечно, добавило издательство, что-то я корректировала. Мне там какие-то, например, не понравились, то, что они предложили. И мы меняли на мой выбор. Книга делается на широкую, то есть издается на широкую аудиторию, и фотографии должны цеплять читатели. Сначала, признаюсь, мне не очень понравилась эта идея, но потом я поняла, что это даже лучше, так как все-таки вы, мои зрители, будете первыми, скорее всего, читателями. И нашу квартиру вы уже изучили вдоль и поперек. А так мне хочется, чтобы вы из книги получили не только полезную информацию, может быть, вдохновляющую, но еще и вот эту вот эстетику, уют, наслаждение от фотографий. И я старалась подобрать такие фото, которые вам должны, ну, конечно, на вкус и цвет, но все равно я надеюсь, что большинству понравится. Посмотрим. В общем, все наболтало. Буду закругляться на этой теме, так что ждем, ждем книгу, все буду озвучивать. Не забывайте, кстати, подписываться на мой канал в Телеграме. Ссылка там в описании. Также у меня есть на всякий случай Дзен-канал, но туда я повторяю все те видео, которые сейчас здесь на канале, ну, с таким промежутком примерно в месяц. Ну, вдруг что, да, помните? Никто не отменял какой-то блог, на всякий случай есть. Но вот особо мы обсуждаем что-то именно в Телеграм-канале. Ну и все. Я очень рада была, что вы ко мне сегодня заглянули в гости, уделили внимание, досмотрели сейчас до конца. Наверное, меня активно поддерживаете в виде пальчика вверх. Лайк этому видео. Мне будет очень приятно, и мне это очень важно и ценно. Я уже в свою очередь хочу, как всегда, пожелать вам крепкого здоровья. Это самое главное. Ну и, конечно же, хорошего летнего настроения, ярких, приятных эмоций. Независимо отдыхаете, вы работаете, учитесь, планируете что-то, домохозяйка и так далее. Пусть у вас будет все хорошо. А я вас жду снова к себе в гости. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok